Здравствуйте, эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Александр Семенов. Начинаем с происшествий. Наезд на ребенка в Самаре, авария в Отрадном и ДТП в Зубчининовке. Автомобиль врезался в пост Дорожного патрульной службы. Обо всем по порядку в криминальном обзоре наших корреспондентов. 1 октября в 16.00 мужчина 1977 года рождения, водительский стаж 16 лет, управляя автомашиной ВАЗ-2199, двигался по проспекту Кирова со стороны Московского шоссе в направлении улицы Старозагора. По предварительной версии полицейских, в пути следования мужчина допустил наезд на 12-летнего мальчика, переходившего дорогу без сопровождения взрослых, неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил травму и был госпитализирован. 1 октября утром в 9.15 в Отрадном произошло ДТП с участием 39-летнего водителя, ехавшего по трассе Самара-Бугурусван от улицы Строителей в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, между 89 и 90 километром трассы он неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди УАЗом под управлением 35-летнего мужчины. После столкновения автомобиль УАЗ отбросил на встречную полосу, где он столкнулся с другим автомобилем под управлением 42-летнего водителя. В аварии пострадал водитель автомобиля Лада и его пассажир, 17-летний сын. Мужчину госпитализировали его сына, после оказания помощи отпустили домой. Во вторник, 2 октября, в Самаре произошло ДТП около 8.45 в поселке Зубчининовка водитель «Опель Корса» врезался в пост ДПС. В результате ДТП никто не пострадал. Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Благоустройство дворовых территорий, защита прав граждан в условиях развития интернета и цифровых технологий. Эти темы обсуждали на конференции регионального отделения Общероссийского народного фронта. В ней участвовал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Подробности в сюжете корреспондентов Самарского телевестника. 380 контрольных выездов, 400 встреч с гражданами. Таковы результаты работы ОНФ по контролю за исполнением программы благоустройства городской среды. Активисты Общероссийского народного фронта выявляют нарушения при исполнении муниципальных контрактов. В результате их деятельности недоработки и брак при исполнении работ устраняются. Было недопонимание, было нарушение подрядчиками специализированной установки детских площадок, а также конструкции. Было нарушение по технологии установки, мы это видели. И на самом деле возможно будут и вопросы претензионных отношений. Вот у нас в Жигулевске в частности есть такая ситуация. То есть не бесспорно прошла кампания, но то, что в целом для Самарской области это позитивно, это факт. Дмитрий Азаров оценил работу ОНФ и обещал поддержку инициативам Народного фронта. Нам нужно создать рабочую группу, нам нужно пригласить туда еще экспертов, возможно там каким-то направлением ученых в том числе, представителей высшей школы. И эти вопросы спланировать, поставить конкретные сроки, ответственных людей закрепить и справиться. Я считаю, что все обозначенные вопросы, вот там можно их детализировать, но все в течение полугода должны быть решены. Еще одна тема была затронута в ходе конференции. В условиях распространения интернет-технологий остро стоит вопрос защиты прав граждан в цифровом мире. Я думаю, что здесь надо поработать вместе с юристами активно, понять действительно, как права граждан в условиях цифровизации соблюдается. Поработать сейчас создан офис цифрового развития, проектный офис цифрового развития, там с ними поработать. И мне кажется, эту нам деятельность надо, в общем-то, расширять. Не только вот ограничиваясь анализом сайтов министерств, но несколько более широко, включая в том числе и нормативную базу, по которой мы, вообще говоря, должны жить. Общероссийский народный фронт продолжит работу по защите прав граждан. Максим Устриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Когда появится тепло? Жители дома по улице Физкультурной 76 ждут окончания капитального ремонта, который начался здесь около года назад. В некоторых квартирах до сих пор отсутствуют батареи. Люди боятся, что и к отопительному сезону останутся без долгожданного тепла. Подробности в сюжете Марии Левиной. За окном чуть больше 10 градусов, а ночью и того ниже. В квартирах жуткий холод, а в нескольких еще даже не установили батареи. Дело в том, что прошлой осенью здесь начали долгожданный капитальный ремонт. Должны были поменять систему водоснабжения, отопления и канализацию. Окончание всех работ наметили на 1 сентября, рассказывают люди. Но что-то пошло не так. Канализация не закончена совсем у людей, у кого-то батареи не проведены, то есть ничего не закончено. Вот у нас по отоплению ничего не сделано. Сделано где-то процентов, наверное, на 30 на 40. Основные раздаточные лежаки на чердаке не соединены со стояками, не утеплены. Смонтированы неправильно, так как раньше у нас первый и второй подъезд были отдельно отоплялись. У нас есть теплоузел в втором подъезде. А третий, четвертый и пятый подъезд были смонтированы тоже отдельно и тоже отдельно отоплялись. Дальше. Первый подъезд ничего вообще не делали, начали только что. Вот четвертый подъезд сделали наполовину. Во всех подъездах дома не смонтированы стояки в ванных комнатах. Нету ни полотенцесушителей, нет ни батареи. Во всех подъездах, вот у нас пять подъездов, не смонтированы вообще в подъездах ничего не сделано. Не убрано ни батареи, не демонтированы, ни стояки, ничего не сделано. Дарья, мама двоих детей, об окончании ремонта начала спрашивать еще летом, успеют ли вовремя, к чему ей готовиться. Будет ли у нас отопление вовремя, в октябре? Он говорит, да, все будет. Октябрь, в первом подъезде только начали. Работы по ремонту канализационной системы, со слов представителей компании-подрядчика, закончены полностью. Однако жители такого мнения не разделяют. Они утверждают, что работы выполнены не до конца или недостаточно качественно. На сегодня нарекания конкретно по канализации есть у 56 квартир. Люди-то хотят обычных нормальных условий. Если вы пришли делать нам улучшение, так сделайте. К ремонту отопительной системы делятся люди. Должны были приступить весной, но по факту все началось только летом. На весь дом работает одна бригада из двух человек. Неудивительно, почему сроки сдвинулись. Однако жильцы задаются другим вопросом. Где контроль за капитальным ремонтом? Почему все настолько затянулось? Качество работ страдает, но никому до этого нет дела. Мы звонили в капитальный ремонт. Там тоже есть служба технического надзора. Есть отдел технического надзора. Зенин Валерий Владимирович. Дальше идет куратор Соколов Алексей Викторович. Дальше у нас идет куратор фонда. Вот Наквакин Андрей Владимирович. Он приезжал пару раз. Это когда мы делали, по-моему, воду и канализацию. Больше мы его не видели. Утром, когда приехала наша съемочная группа, ремонтные работы в первом подъезде снова начались. Вот только главное, чтобы не забросили снова, смеется Ольга, хозяйка одной из квартир. Мария Ильевна, Олег Галочкин, СТВ. Продолжаем выпуск. Колорит российских пейзажей и непередаваемые оттенки нашей природы. В Самаре, в Епархиальном церковно-историческом музее, открылась необычная выставка. Известный живописец Игорь Дония представил свои работы. Это десятки полотен. Корреспонденты самарского телевестника впечатлились. Работы, которые берут за живое, эти картины словно переносят в самые красивые места нашей страны. Автору удалось показать весь непередаваемый колорит российских пейзажей. Настроение, чувства и даже эмоции. Эта экспозиция впитала в себя действительно всю уникальность и талант художника. Экспозиция, которая помогает раскрыть подлинную красоту Божьего мира. Я думаю, поможет нашим посетителям прикоснуться к настоящему прекрасному. Действительно понять, что Бога познавать можно через все, что нас окружает. Через ту красоту, которую Он создал. Поскольку эти картины действительно созданы в лучших традициях русской реалистичной живописи и позволяют увидеть не только красоту рукотворную, красоту храмов, которые изображены на многих из этих картин, но и, в первую очередь, красоту природы, красоту Божьего творения. Все времена года десятки работ на самые разнообразные темы. Игорь Дония – автор, известный живописец, член Союза художников России. Мастер писал эти полотна целый год – зимой, весной, летом и осенью. Отсюда и название экспозиции. Художник говорит о родной природе, а все, что здесь есть – это наши любимые, замечательные русские места. Очень много в Самарских, так скажем, просторах написано. Летние пейзажи стоят особняком в этой выставке. Они действительно хоть на мгновение позволяют гостям и зрителям вернуть недавно ушедшее лето. Александр Семенов, Дмитрий Лукин, СТВ. Приставы больше не перепутают должников. Минстрой рассчитал стоимость квадратного метра жилья, и россияне предвидят рост курса валют. Подробности узнаем из нашего обзора. Судебные приставы перестанут путать должников. В Госдуме готовится законопроект, который позволит решить проблему с неразберихой, когда приставы ошибочно приходят к постороннему человеку – двойнику должника. Тогда ничего не подозревающий гражданин остается без имущества или без денег на банковской карте. Только потому, что у него такие же инициалы и дата рождения, как у реального неплательщика. Один из последних случаев, когда у жителя Екатеринбурга сняли с карты почти 18 тысяч рублей по долгам двойника из Волгоградской области. И чтобы исключить такие недоразумения, законотворцы предлагают внести в судебные документы дополнительные сведения, такие как идентификационный номер налогоплательщика или номер СНИЛС. Рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства доработает законопроект. Разграничит требования для тех случаев, когда истцом выступает рядовой гражданин, и он может быть не в курсе данных человека, на которого подают в суд. И для разбирательств между юридическими лицами, когда им известны идентификационные данные друг друга. Минстроер рассчитал среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на 4 квартал 2018 года. Самое дорогое жилье в Москве. Там за квадратный метр в среднем нужно заплатить порядка 92 тысяч рублей. На втором месте Санкт-Петербург. В северной столице этот показатель около 71 тысячи. И на третьей строчке Сахалинскую область, где квадратный метр обойдется в 69,5 тысяч рублей. Самарская область – один из самых демократичных по стоимости жилья регион. 36 674 рубля. Такова средняя стоимость квадратного метра жилья в четвертом квартале. Точно такая же цифра фигурирует в приказе Минстроя на третий квартал этого года. Почти две трети россиян хранят свои сбережения в рублях. По результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, интерес россиян к ситуации с курсом доллара высок. И в то же время за изменением курса российской валюты следят 56%. Среди респондентов свои сбережения хранят в долларах всего 5%, в евро – 3%, в других валютах – 1%. И еще 31% опрошенных заявили, что не имеют никаких сбережений. Также из данных опроса следует, что россияне не верят в будущее укрепление рубля. По мнению участников опроса, через три месяца курс доллара составит 72 рубля, а через год еще больше – 75 рублей 80 копеек. Легенды спорта детям. Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Валерий Захаревич провел мастер-класс в Самаре. Известный спортсмен поделился своим опытом с нашими школьниками. Ребята ловили буквально каждое слово, каждое движение своего кумира. Наши корреспонденты все увидели своими глазами. Все началось с лета прошлого года. В столицу Мордовии приехали легенды хоккея и провели товарищеский матч с местными ветеранами. Туда пригласили детей, а после устроили автограф-сессию. Юные болельщики остались довольны. После этого зародилась инициатива устраивать подобные мастер-классы и тренировки с известными спортсменами для подрастающего поколения периодически и расширить географию. Так появился проект «Легенды спорта детям». Мы приглашаем именитых чемпионов, олимпийских чемпионов, чтобы они проводили те или иные мастер-классы, мероприятия, зарядку со звездой в регионах. В зависимости от того, в какое учреждение спортивно мы приезжаем. Если это учреждение по катанию на коньках, то мы привозили, буквально ездил у нас Ягуди. Дети просто были в восторге. Настоящие легенды самых разных видов спорта провели десятки встреч с детьми по всей стране. Очередная встреча прошла в Самарском ЦСКА ВВС. С учениками детского спортивного лицея тренировку провел советский и российский фехтовальщик, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР и России Валерий Захаревич. Он до сих пор выступает за сборную Самарской области, а также занимается тренерской деятельностью, что тоже получается успешно. В числе его учеников одни из сильнейших спортсменов области. На хорошем высоком уровне, знаете, у нас Сухов, который уже два раза был участником олимпийских игр, сейчас у нас кандидаты на олимпийские игры. Храпина – это моя ученица, которая вот буквально, я тоже маленькой убрал, а ей уже время летит, а ей уже 23 года, а пришла ко мне в 11 лет. Она кандидат на олимпийские игры и много хороших, перспективных спортсменов, желающих много, интерес очень большой, так как, если учесть, что у нас сборная России по фехтованию считается лидерами. В Самаре проект «Легенды спорта детям» впервые. Главная цель – патриотическое воспитание и воспитание новых чемпионов. Дети видят перед собой живые примеры, общаются с ними, тренируются и ставят перед собой новые, большие задачи. Это замечательный проект, который наконец-то появился на территории Самарской области, когда мы нашим ребятам, которые сегодня составляют олимпийскую, надеюсь, надежду нашего региона, можем предоставить возможность общения напрямую с олимпийскими чемпионами. Из этой практической части наших занятий и сформируется четкая позиция лидерства у наших ребят, которые сегодня занимаются в школе, а завтра придут в школу олимпийского резерва. Самарская область планирует и дальше поддерживать спортивную инициативу. В планах проводить тренировки по плаванию, боксу и велоспорту. Мария Левина, Олег Галочкин, СТВ. Крылья Совета встретятся с Динамо. Победная поступь волейбольной новой. Домашняя встреча военных летчиков. Об остальных наиболее заметных спортивных событиях в жизни региона в нашем обзоре. Крылья Совета встретятся со столичным Динамо. Команды выйдут на поле Самара-арена в эту субботу. Начало поединка в три часа дня. Сейчас подопечный Андрей Тихонова находится в так называемой зоне вылета. Это предпоследняя строчка и семь набранных очков за девять матчей. А вот Динамо явный середнячок турнирной таблицы национального первенства. Одиннадцатая строчка и десять очков. Крыльям Советов надо во что бы то ни стало улучшать свою позицию. Сами футболисты и тренерский штаб Самарцев обещают приложить максимум усилий для победы. Новокубышевская новая идет без поражений в Кубке России. Пять безоговорочных побед в пяти противостояниях. Это на предварительном этапе престижного турнира команда Константина Брянского лидирует в своей подгруппе. Второй этап Кубка России пройдет в Казани со 2 по 7 октября. Настрой у Волжан весьма боевой. Микроклимат в команде более чем рабочий. Ново в очередной раз показывает себя с лучшей стороны в играх с серьезными соперниками. Результат должен быть и в элитном дивизионе страны. Военные летчики проведут очередной матч в чемпионате страны. В эту среду на своем льду ЦСК ВВС встретится с карагандинским клубом «Сары Арка». Это будет поединок двух клубов из нижней части турнирной таблицы ВХЛ. Шансы у Волжан на победу весьма неплохие. Хотя соперник далеко не подарок, на данный момент наши парни расположились на 19-й строчке в активе 8 очков. Дела у оппонента выглядят немногим хуже 7 очков и 22 место. Так что ждем победы от военных летчиков. У нас же на этом все. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...